Сегодня заседание Комитета по промышленной политике и транспорту областного собрания было посвящено, пожалуй, самой актуальной городской проблеме. Депутаты планируют принять новый закон, регламентирующий пассажирские перевозки. О том, как обстоит дело в этой сфере, знает каждый. В гонках на пазиках невольно участвовал любой пользователь общественного транспорта. Водители не соблюдают скоростной режим в погоне за прибылью. Для них это единственный способ заработать. Закон, регламентирующий деятельность автотранспортников, в последний раз принимали в 1999 году, когда частники только вышли на этот рынок. Депутаты планируют вести более жесткие условия для проведения конкурсов на городские перевозки. Если сегодня раньше чиновники могли кого угодно поставить на маршрут без всяких конкурсов и отсекали часть населения, часть перевозчиков, которые могли участвовать в этих процессах, то сегодня мы предусматриваем конкурсные процедуры. Это самое основное. Второе. Малоподвижная группа населения. Инвалиды мы говорим. Мы говорим о том, что приоритет в конкурсах должен отдаваться автобусам, где можно перевозить людей с ограниченными возможностями. Это очень важно. На заседании комитета было отмечено, что ужесточится и контроль за перевозчиками. Будут организованы мобильные группы из представителей мэрии, ГИБДД и автодорожного надзора, которые будут контролировать в том числе и соблюдение расписания. Городские автобусы будут оснащены специальной техникой, при помощи которой диспетчер может следить за соблюдением графика водителям. Те, кто нарушает правила, будут лишать лицензии. Мы сегодня даем полномочия муниципалитетам, даем полномочия правительству в контроле. То есть они должны контролировать внеплановые проверки. Если перевозчик не выполняет расписание, ну давайте его тогда лишать договора, давайте передадим этот маршрут другому перевозчику. Но это невозможно, потому что очень много жалоб, людей вечером просто не добраться. Новый транспортный закон должен быть принят в первом чтении на ближайшей сессии областного собрания 28 мая.